Здравствуйте! В прямом эфире новости в студии Илья Райшев о главных окруженных событиях к этому часу. День Югры пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах. Инвестиционный опыт региона презентуют на Всемирной универсальной выставке Экспо-2020 в Дубае. Это одно из крупнейших международных событий. В нем участвуют 192 страны. На площадках форума обсуждаются важнейшие проблемы и возможности современности через культуру, общество, экологию и экономику. Делегацию Югры возглавит губернатор Наталья Комарова. Она поделится опытом региона в развитии инвестполитики региона и обозначит ее приоритеты на тематической панельной дискуссии. Также югорчане примут участие в деловой сессии «Креативная экономика. От стартапов до создания новых индустрий». С творчеством коренных народов участников выставки познакомит этническая певица Вера Кондратьева. А 5 декабря пройдет день Югры. В программе тематические сессии и заседания инвестиционного клуба. Сегодня станет известно имя нового главы Нижневартовска. Городоначальника должны выбрать муниципальные депутаты. Специальное заседание Думы состоится после обеда. Вся процедура проходит в условиях строгой секретности. До 23 ноября в Нижневартовске принимали заявки от кандидатов, которые рассматривала комиссия из городских и окружных экспертов. Сегодня финалисты, их должно быть не менее двух, представят свои концепции развития города. После этого пройдет голосование. Церемония инаугурации состоится в субботу. Напомню, кресло мэра столицы Самотлора было свободное с мая нынешнего года, когда в отставку ушел Василий Тихонов. К концу 2023 года в Нягоне газ проведут почти к 2000 объектов. Такое решение приняли на окружном штабе в связи с поручением Владимира Путина. Президент поставил задачу достичь 83% газификации в регионах к 2030 году. Сейчас в Нягоне одновременно в нескольких районах ведут работы по обустройству газопроводов. Каждый день специалисты получают около 10 заявок, связанных с поставкой газа в жилые дома. В ближайшее время газ получат жители переулка Свердловский. Там на днях закончили установку газораспределительного пункта. Подрядчик заявляет, что в городе есть все технические возможности для установки газопроводов. Выполнить работу обещают в ближайшее время. Город на сегодняшний день построил высокую часть от присоединения от адреса речная 77 до начала вот этого переулка. Дальше низкую часть газопровода низкого давления прокладывали уже Нягонские газоспределители со своим подрядчиком. И на сегодняшний день мы ждем сдачу этого объекта, как положено в установленном порядке. Соответственно, потом, когда все это обойдется, будем передавать данные в единому оператору и ждать от них уже средств. В Октябрьском районе к профилактике ДТП привлекают священнослужителей. Один из аварийно опасных участков дорога Нягонь-Уньюган. С начала года здесь погибли 11 человек, 55 пострадали. Проезжую часть осветил клирик соборного храма Святого Алексея Московского города Нягони и рей Антоний Сараев. Еще один участок, на который священнослужители выехали вместе с госавтоинспекторами, это 35-й километр автодороги Нягонь-Таллинка. В конце ноября в ДТП здесь погибли 3 человека, но еще трое получили травмы. За сутки на дорогах Югры произошло 33 аварии. Обошлось без пострадавших, сообщает пресс-служба окружной госавтоинспекции. Во всех ДТП участники получили материальный ущерб. Не обошлось без штрафов. Полицейские задержали 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения. 6 человек отказались от медицинского освидетельствования. Еще двое сели за руль под градусом. Не в первый раз. 24 водителя привлекли за выезд на встречку. 17 югорчан нарушили правила перевозки детей. Коронавирусом в Югре заболели еще 232 человека. Положительные результаты. Тесты показали у жителей 19 муниципалитетов. Об этом сообщает региональный оперштаб. Больше всего заразившихся в Нижневартовске 47, в Сургуте 40, в Ханты-Мансийске 24 новых случаев. В остальных городах и поселках по 18 и менее заболевших. На момент постановки диагноза у 200 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 27 зафиксирована пневмония. Под наблюдением медиков находится 15,5 тысяч югорчан. Состояние 146 пациентов ОРЧ оценивают как тяжелое. 109 подключены к аппаратам ИВЛ. При этом 255 человек победили коронавирус. Компьютерную томографию в скором времени можно будет сделать в Нижневартовском районе. Необходимое оборудование уже закупили и готовят к монтажу в Излучинске. Сейчас под установку аппарата готовят помещение в районной больнице. На стены наносят специальную штукатурку. Боритовая крошка в ее составе защищает от радиационного излучения. Двери в помещении будут также рентгенозащитные. По завершении ремонта начнется монтаж оборудования. После его будут проверять на соответствие техническим параметрам, а затем лицензировать. Также необходимо обучить специалиста, который будет проводить обследование. Появление томографа в районной больнице сделает процедуру обследования более доступной, а значит позволит своевременно выявлять различные заболевания. Изучили вопрос по количеству обращений на обследование на компьютерном томографе. И я для себя вывод сделал, что необходимо искать спонсоров, привлекать дополнительные средства, инвестиционные средства. Благодаря поддержке Бориса Александровича администрации района и спонсорам, которые выделили эти деньги, Лукоил Западная Сибирь, проведена большая работа. Прежде всего был сделан проект этого кабинета нового, выделено помещение, законтрактованы все виды строительных работ. Югорчанам рассказали о том, как проектировали одно из самых узнаваемых зданий Ханты-Мансийска. В честь 25-летия галереи Геннадия Райшева презентовали новую выставку. Здесь собраны архивные фотографии, макеты и чертежи здания. Экспозицию показали впервые. Здесь можно увидеть изначальный макет здания, на фасаде которого изображена совершенно другая картина Райшева – космос. Художник внезапно изменил решение, и теперь мы можем видеть над главным входом галереи пространство Сибири. Ее площадь 700 квадратных метров. Кроме того, зрителям рассказали, что галерея могла появиться по другому адресу, например, на месте бывшей мастерской Райшева по улице Ленина. Также рассматривали перекресток Мира-Калинина. В итоге здание идеально вписалось в пейзаж ханты-мансийских холмов в центре города. Когда я приехала впервые, здесь уже установили вот эту мозаику на фасаде, и он мне это показывал, то вот тогда он был совершенно необыкновенно счастлив, потому что он понимал, что вот это все уже. Вот она уже здесь есть, и здание есть, и значит галерея здесь уже будет всегда. Подопечные приюта для бездомных животных нашли себе хозяев. Это стало возможным благодаря марафону «Добрых дел». Его организовал хоккейный клуб «Югра» на время домашней серии игр. Дело в том, что в этом году команда отмечает свой 15-летний юбилей. В честь праздника клуб организует благотворительные акции. Первое под названием «Зверье мое» завершилось 1 декабря. В гости к «Мамонту» пришли кошки и собаки. Без внимания четвероногие друзья не остались. Каждый перерыв рядом с ними были болельщики. А пресс-аташе команды Юлия Ниазова выходила в прямой эфир с хоккеистами, держа на руках зверят. В итоге две кошки и собака нашли новых хозяев. Сегодня марафон продолжится, а в гости к хоккеистам придут «Мамонтята Югры». 3 декабря мы встретимся с подопечными слэш-хоккейной команды «Мамонтята Югры». Потом 5 декабря к нам в гости придут детский дом «Радуга». Мы с ними уже давно дружим. Прямо с основания клуба мы ходили к ним в гости. Они к нам приходят в гости. Ребята все любят хоккей, знают всех хоккеистов по именам. Поэтому это будет очень интересная встреча. И, кстати, слэш-хоккеисты и ребята из-за дома смогут посетить святую святых, раздевалку команды. Это все будет после матча, при любом исходе событий. Поэтому должно быть очень интересно. Вартовчанка Людмила Егорова выиграла годовую подписку на газету «Местное время». В преддверии Нового года издание решило порадовать своих читателей лотереей. Среди призов, кроме подписки, еще и брендированная продукция. Поучаствовать в розыгрыше вартовчане могут в редакции издания. Сейчас у «Местного времени», которому в нынешнем году исполнилось 80 лет, около 2000 подписчиков. Многие читают газету не один десяток лет. Розыгрыше продлятся весь декабрь. Я выписываю «Местное время» постоянно и увидела там это объявление, что с первого по третье будет разыгрываться лотерея. Поэтому я решила не затягивать это дело и прийти побыстрее на розыгрыш. У меня переполняет радость, восторг. И так это поднятие настроения такого. Ну, интересно, конечно, приятно это очень. Большое спасибо. Спасибо. Продолжение сегодня могут погрузиться в мир моды и искусства. В Ханты-Мансийске состоится фэшн-шоу. На большой сцене КТЦ «Югра-классик» выступят профессиональные модели и люди с особенностями здоровья. Проект уже посетил Нижний Новгород, Сургут, Нижневартовский и Урай. В финальном показе зрителей ждут две новые коллекции в стиле «Спорт-шик» с изображениями картин Сергея Андреяки. И с работами Аркадия Копылова, художника с расстройством аутестического спектра. Начало концерта в 19.00. 3 декабря к Международному дню инвалидов Паралимпийский комитет России проведет тематический урок и онлайн-викторину. Урок начнется в 14.00 по московскому времени на официальной странице ПКР во Вконтакте. Участники узнают о развитии паралимпийского движения, поговорят о достижениях российских спортсменов, а также обсудят программу предстоящих зимних игр в Пекине. Онлайн-викторина будет проходить на сайте Паралимпийского комитета с 14.30 до 18.00 по Москве. 10 человек, которые не только правильно, но и быстро ответят на все вопросы, получат памятные призы. А теперь официальный курс валют. По данным Центробанка России, американская валюта выросла в цене на 8 копеек. Стоимость одного доллара сегодня составляет 74 рубля 6 копеек. Стоимость европейской валюты, напротив, упала в цене на 2 копейки. За 1 евро сегодня предлагают 83 рубля 81 копейку. К этому часу это все новости от моих коллег. В студии был Илья Райшев. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok